Всем привет, это Танзи. Я знаю, что вы ждете от меня видео о плюсах и минусах жизни в Германии. Но хочу вас расстроить, оно выйдет буквально через пару дней, когда придет мой штатив, и я смогу качественно записать свое видео. А пока хочу поделиться с вами записками начинающего блогера, что происходит со мной в эти дни. Так вот, в принципе, к следующему видео я готова. У меня текст есть, то есть я продумала, что я хочу сказать. Вот. Но нет штатива. Я его заказала в интернете. Написано было, что, ну окей, придет через примерно 7 дней. Я не такой человек, который любит ждать. То есть я люблю действовать. Я решила пока записать видео каким-то другим способом. Без штатива, окей, непрофессионально, но зато от души. Так вот, 3 дня назад я начала уже снимать это видео, и первым моим способом это было привлечь своего мужа, чтобы он меня снимал, ну и, соответственно, таким образом все это сделать. Я попросила его заехать на самую высокую точку Равенсбурга, нашего городка, и чтобы вот сзади был вид на город, а я была спереди и рассказывала то, что я хочу рассказать. Итак, первая вещь, которая меня просто бесит в Германии. Дорогая аренда жилья. Так вот, снимали мы, снимали. Через 15 минут настолько замерзли, что мы просто не могли больше там находиться. У меня уже мозги не соображали, я не могла вообще ничего уже говорить. Он уже замерз. С нами была оливка в коляске, хотя она была тепло одета, но мы все равно испугались, поехали домой. Я говорю, окей, я посмотрю в интернете, как сделать самодельный штатив, и я обязательно сама запишу это видео. Я посмотрела в интернете, очень много способов, оказывается, сделать самодельный штатив. И вот один из способов, которым я решила воспользоваться, это взять бутылку с водой, вот я ее взяла, взять резиночки для денег, и вот с помощью резинок для денег прикрепить телефон. Окей, телефон прикрепился. Но телефон постоянно двигался то в одну сторону, то в другую сторону. Я подумала, окей, это не такая уж большая проблема, потому что мы только начинаем, видео не должны быть супер качественными, мы только учимся, самое главное делать от души и быть искренними. И я стала думать, куда эту бутылку поставить. На асфальт или куда-то на скамейку я не могла поставить телефон, иначе бы вы видели только мои ноги, поэтому я начала продумывать другие варианты. Идеально было бы поставить кому-нибудь на подоконник. Здесь нет заборов, поэтому спокойно можно подойти к окну какого-то дома. Но я потом испугалась, что вызовут полицию, скажут, вот кто-то пытается тут что-то делать рядом с моим окном, но и я не стала рисковать. И вы знаете, очень много мусорок в немецких парках имеют крышу. То есть вот дырочка, а вот сверху еще такая крыша. И вот я на эту крышу поставила эту бутылку, закрепила телефон с помощью этой резинки для денег и начала снимать. Ну, во-первых, телефон постоянно сползал, то вот таким образом, то вот таким. Но я решила продолжать. И тем не менее не получилось записать видео, потому что не проходили люди с коляской, проходили люди выгуливали собак, и все мне предлагали помощь. Все думали, что я пытаюсь снять фото на телефон, и мне нужна помощь, потому что я уже вот снимаюсь с бутылкой. И вообще они очень удивлялись этому моменту. Ну, естественно, ничего у меня снять не получилось, потому что меня постоянно прерывали. И вечером я все это рассказала мужу. Вы не представляете, как надо мной муж ржал. Сказал, вот Танзи, вот главное отличие восточного европейца с западным, то, что мы будем выглядеть хорошо, мы можем одеты быть с иголочки, в дорогую одежду, но мы можем делать какие-то нелогичные для западного европейца вещи. Например, быть хорошо одетыми, да, иметь хорошую коляску, но при этом вместо штатива использовать бутылку. Вот, кстати, бутылка. Вот моя бутылка. Я даже здесь пыталась снимать, но потом решила забить на все это дело и дождаться своего штатива, сделать для вас качественное видео. Ну вот, хотела поделиться тем, что использовать бутылку вместо штатива никогда бы не пришло в голову немца. Никогда. То есть немец купит, в первую очередь, штатив, купит дорогую камеру, не купит, возможно, себе дорогую одежду, но будет снимать вот профессионально. А мы, ну, мы всегда найдем чем что-то заменить, как-то схитрить, вот, как-то приспособиться. Мне кажется, вот это наша отличительная черта. И даже те, которые переехали из России, из русскоговорящих стран, из Восточной Европы сюда, мы все равно остаемся русскими. И, наверное, это, я даже не знаю, хорошо это или плохо, но такие мы есть. И пусть нас не понимают немцы, но зато мы понимаем друг друга. Дорогие друзья, расскажите, пожалуйста, были ли у вас случаи, когда вы делали что-то нелогичное, глупое, смешное, и люди на вас оборачивались или смотрели удивленные, делали ли вы что-то такое в своей жизни? Ну, еще раз хочу попросить понятия простить меня за то, что не готовы видео, но обязательно ждите, скоро будет. Люблю вас, целую. Ваш сентябрь. Субтитры сделал DimaTorzok